Здравствуйте! Сегодня в гостях Нойан Тапан, человек, имя которого прекрасно известно каждому ереванцу, в особенности ереванцу старшего поколения. Человек, о котором впоследствии его же коллеги скажут созидающий профессионал. Человек, благодаря которому Ереван в 80-х воспринимался и запомнился как город-сказка. Человек, который и сегодня созидает и творит, но уже в другой области. Но обо всем по порядку. Итак, у нас в гостях Руслан Чеплахян. Здравствуйте, Руслан Георгиевич! Добрый вечер! Совсем недавно вышли в свет две ваши удивительные книги. Автобиографическая, под названием «Внук кузнеца» и книга ваших пасен, стихов и афоризмов. Скоро, уже совсем скоро, будет запущен ваш сайт, с помощью которого вы уже непосредственно будете общаться со своим читателем, получив возможность прямого общения с ним, обсуждения с ним наболевших вопросов, вопросов, которые вас волнуют. Причем подписываетесь уже, как Руслан Изгорцев. Кстати, почему Изгорцев? Ну, эта история несколько очень для меня важная. В середине 80-х годов у нас в Ереване гостил Расул Гамзатов. И водил его по достопримечательностям республики несколько дней. Я. Он был гостем горкома, городского совета, союза писателей. И мы часто встречались, беседовали эти три-четыре дня здесь. Я однажды обратился к нему, сказал «Расул Гамзатович». Он мне сказал, что «Руслан, ты же горец». А у горца называют просто «Зови меня Расул». И он сказал «Ты из горцев». Это у меня осталось в памяти. И так как для русского читателя несколько труднопроизносимая у меня фамилия, я решил взять псевдоним «Изгорцев». Да. «Изгорцев». «Изгорцев». Руслан Георгиевич, вы пишете в классических жанрах. У вас есть басни, памфлеты. Мы все росли на баснях Мудрейшего Ла Фонтена, Крылова, Эзопа. Но сегодня как будто этот жанр забыт, жанр басень. Да, и памфлеты вроде в этом жанре не пишут. Почему, как вы думаете, почему басни сегодня не актуальны? Неужели о ней действительно и нет сегодня места в нашей действительности? У меня приходит первая мысль, что басни существовали раньше Евангелия. Правда, Евангелие в какой-то степени основывалось на древне-иудейских писаниях. Но Евангелие прямо так и состоит из притч, басен и исторических фактов, так сказать, придуманных ситуаций. В басне было время, когда басни славились, и баснописцы чувствовали себя людьми, которые могли проповедовать, рассказывать. Одним коротким примером подчеркнуть опасности, в которых человек может себя ощутить. Басни – это нравоучительная вещь, очень хорошая. Но то, что они сегодня находятся на задворках современного искусства, литературы, в этом большая вина. Отсутствие какой-либо пропаганды. Я скажу, что вот смотрите, какой с триумфом проходит конкурс «Колос». Много людей, которые стремятся, дети в особенности, певцы и так далее, стать артистами. Весь эфир, в особенности телевидение, заполнен пляшущими, танцующими, играющими везде. Рейтинг каналов основывается в основном на Али Пугачевой, на Никите Дегурда. Ну, каждому интересно, что там у них ребёнок, что сказал, или какие памперсы фирма производит. Значит, наше молодое поколение почему-то под успехом подразумевает такую же профессию, как и людей, которые сегодня главенствуют в наших средствах массовой информации. Остались у нас только две. Одно – это радиостанция «Звезда», и второе – это литературная газета, где каким-то образом пропагандируются такие древние искусства, стих, сложения и так далее. И для меня, честно говоря, очень больно, что вот у нас, если помните, был прекрасный чтец, декламатор Иеракли Андронников. Нет молодых. Между тем, басни пишут много молодых людей. Много они пишут. Но им трудно выйти в свет, печататься, ибо редакции воспринимают новые имена с таким недоверием, подозрением, что скажут. Несмотря на то, что тут очень большая мысль, и когда происходит вот на этом фоне современная сегодняшняя логика такова, что даже когда он обращается с просьбой о публикации своих пасем, ставятся ему определенные условия, часто с соблюдением собственных интересов со стороны редакции, жюри и так далее. Я помню, вот недавно, буквально, извините, что я так долго отвечаю на этот вопрос, буквально на передаче Соловьева, Владимира Соловьева, Юрий Михайлович Поляков, редактор, главный редактор литературной газеты, поднял этот же вопрос. Это как будто было сказано то, что я уже 3-4 года, но он коротко, чётко сказал, что надо восстановить право поэзии. Мечтаю об этом мне. У меня вот такой вопрос возник. Может быть, журналистика заняла это место, место баснописцев? Нет. Я бы сказал, что сегодня выделяются такие профессии, такие области искусства, которые во многом не только надуманы, но преобладают в большей степени. А само слово, которое должно главенствовать везде, как-то отодвинут на задний план. Спасибо. Большое место в вашей прозе и стихах вы уделили размышлениям о современных проблемах. Вот я перелистала вашу книгу в прозе, и вот в части 3, где опубликованы очерки, наблюдения, здесь у вас статьи идут о проблеме мигрантов, в поинсках национальной идеи, о достоинстве, о языке, о нищете, о корнях, о дружбе. Вот какие вопросы современности вас волнуют сегодня? И как вы смотрите на сегодняшний день? Волнующих вопросов очень много, конечно. Я стараюсь, исходя из своей натуры, учиться познавать, знать многое, но остаёшься многим недоволен. Что беспокоит вас сегодня? Меня в первую очередь сильно беспокоит рост агрессии. Это в первую очередь агрессия не только между людьми, но и межгосударственной, межконфессиальной, между странами, людьми. И вот это сильно сегодня выпячивается. И определённое недоверие. Вот я приведу такой пример, что люди так не доверяют друг другу. Когда ты как-то здороваешься из старых знакомых, у него на лице прямо читаешь, поздоровался, значит, ему что-то надо. Вот это меня беспокоит больше всего. Я бы хотел больше добра, людей. Или же есть люди, которые... Вот сегодня посмотрите, как расправил свои крылья. Ну, поганые крылья, я бы сказал, жестокость, педофилия. У людей даже стесняется, люди, старый человек видит ребёнка, стесняется подходить к нему пару часов, вручить конфетку. Сразу его подозревают в каких-то прелюбодеяниях и так далее. Вот это и есть факт. Недоверие. Между людьми доверие – это главное для достижения любого успеха. Опять же, я сама представитель мира журналистики, у меня опять такой же вопрос возник. Может быть, это специально, вот эта агрессия, она нагнетается именно средствами массовой информации? Ну, не без этого, конечно, но есть люди, которые стараются, есть люди, которые для собственного интереса... Ну, почему скандал стал преобладающим фактором для достижения успеха? Вот именно то, что возвеличен это понятие как скандал, приводит к тому, что человек проявляет несвойственные, бестактные поступки для того, чтобы достигнуть определенного фона. Вы посмотрите, сколько выражений. Вот если мы идем по улице и вдруг увидим голого человека, из тысячи одного мы запоминаем эту, потому что это ненормально, а все остальные нормально не запоминаются. Вот одного примера достаточно, чтобы пропагандировать именно то, что нам чуждо. Может быть, я человек уже пожилой, старый, может, где-то в какой-то степени консерватор, но чувство такта, меры, красоты должно преобладать. Хорошо. Почему сегодня агрессии много в мире? Почему войны везде? Почему... Я, когда обсуждаю этот вопрос, всегда вспоминаю Карибский кризис. И восхищаюсь и Кеннеди, и Хрущеву, что они все-таки подумали о будущем всего мира. Ведь мир находился на грани атомной войны. Сегодня многие руководители стран к этому вопросу, то, что они ответственны не только за свою страну, но и за весь мир, как-то безответственно и на ближнем расстоянии видят будущее. Отсюда и все остальное. Отсюда уже недоверие, нежелание сосуществовать, нежелание радоваться чужим успехам. Ну, я не проповедник, но я смотрю на это вот так именно. — Руслан Георгиевич, очень важен всегда вопрос поколений, вопрос отцов и детей, всегда волнует всех и волновал. Какой вы считаете, какой вы находитесь сегодняшнюю молодежь? — Ну, в разных городах, в разных странах я сегодняшнюю молодежь нахожу по-разному. Мне очень нравится молодежь в Армении. Очень. Много воспитанных людей. Приезжаешь сюда, молодые люди тебя встречают. Работника аэропорта деликатно, ну, достаточно хорошее, тёплое отношение. Даже в сфере обслуживания, сервиса, вся молодёжь воспитанная, нормальная. Я не видел проявления особой агрессивности среди молодёжи. А вот у среднего поколения, которые видели и страну в составе Российской Федерации, и сегодня есть определённые признаки того, что они хотят, чтобы молодёжь выросла лучше их, видела бы больше их. Но в некоторых других регионах есть определённые категории людей, которые выросли на ненависти. Вы посмотрите в России, сколько сёл и городов, где почти молодёжи не осталось. — Ну, здесь в Армении тоже такая ситуация. Ну, это власти к какой-то степени виноваты. Мы говорим об экономическом развитии, а элементарные меры мало принимаются. Что бы стоило, примерно, скажем, для России? Опубликовать на сайте сёла, города, где преобладает упадок. И открыть товарный кредит, попросить определённых предпринимателей основать там этого развития, обеспечить машинными механизмами с условием, что они поднимут это село. Дать им возможность на определённое время безналогового существования. Это затраты будут мизерные, небольшие, но государство освободится от необходимости платить неработающим пособия, пенсионерам пособия. Это всё восполнит. Но молодёжь, я скажу, что растёт нормально. Только то, что мало знает историю, вот это меня немножко беспокоит. — Светлана Георгиевич, мало знает историю, вы говорите. Но вот мы не знаем, может быть, это наша вина в том, что мы как-то не слышим о новых именах, не слышим о новых поэтах, не слышим о молодых писателях, не слышим... Новых имён вроде нет. Что молодёжь у нас, как вы считаете, не пишет. — Почему? Есть новые имена. — Нет талантливых людей, не рождаются. — Да, именно. Но вы посмотрите таким трезвым взглядом. Например, скажем, сын Олега Табакова продолжает его традиции. То есть эти места заполняются опять поколением известных людей. То есть фактически идёт монополизация определённых отраслей нашего искусства. Преграду вот такие конкурсы, как голос, скажем, как определённые вот могли быть какие-то и литературные конкурсы. И сейчас очень сильно акцент не поощряется. — То есть не поощряется, вы считаете? — Я, например, доволен ситуацией в спорте, несмотря на то, что много там разных махинаций и так далее, но у нас очень большое внимание сейчас уделяется спорту. Ну, спорт — это бизнес. Видимо, искусство — это не бизнес, я так думаю. Поэтому там не поощряется, а тут поощряется. — Ну, всё — это бизнес. Есть у человека душа. Вот смотрите, в советское время у нас была нехватка материальной пищи. Мало было колбасы, мяса и так далее. У нас был излишек духовной пищи. И мы легко делились этой духовной пищей, потому что это нематериально, можно и поделиться с людьми. А как только у нас стало много колбасы и много туфлей, одежды и так далее, мы стали какими-то зациклёванными. Я не призываю вернуться туда, но я хочу, чтобы у людей сохранилось изначальный зачат. — То есть сытых поэтов не бывает, так скажем, да? — Да. Не бывает. Не бывает. Я не могу жаловаться, что я голодный Иисус. — Нет, понятно, мы не конкретизируем, мы в общем говорим. — Да, но я и говорю, что сегодня сильно страдает нехватка духовной пищи, духовности. Духовности не в смысле религиозного, а общения, средств. Люди замкнулись. Смотрите, как в кинотеатрах наши люди раньше смотрели. Сейчас редко люди ходят в кинотеатры. — Пасхан Георгиевич, я, насколько знаю, являетесь одним из учредителей литературного клуба ЕЛК. Я бы хотела, чтобы вы рассказали об этом клубе. Кого объединяет этот клуб? Какие у вас планы с этим клубом? — Ну, я скажу, что нас соучредители этого клуба четверо. — Что значит аббревиатура ЕЛК? — Я скажу. Они меня не уполномочивали называть их фамилией, но я скажу, что означает ЕЛК. Клуб этот назван именами великих баснописцев. ЭЗОП Лафантен Крылов. Мы решили, несмотря на очень, не очень большие возможности членов клуба, учредить специальный приз и денежное вознаграждение за лучшую басну 2015 года. Люди, которые бы желали, чтобы их басня была опубликована или присутствовала, приглашаем на участие в сайте, и по оценке посетителей сайта будет определенно лучшее.